Всем доброе утро! У меня сегодня утро начинается с глажки. Я сегодня хочу одеть свою вот эту классную рубашку, которая к низу расширяется. Вот, и у которой пуговицы не до конца. Она так, ну, типа блузочка получается. И сзади она длиннее, чем спереди. Ну, в общем, такая оригинальная. Вот, и вспомнила про то, что у меня многие в личку спрашивали, как вам беспроводной утюг? Долго ли привыкали? И вообще, как оно, то есть, удобно, неудобно? Могу сказать так, что привыкали долго. Я не очень долго, потому что я, в общем, не так часто глажу. Одинка гладит каждый день, когда на работу ходил, конечно. Сейчас он работает дома, и, естественно, рубашки не гладит свои. Вот. Я привыкала недолго. Мне было как-то сразу удобно. Я очень быстро влилась. А вот он привыкал, ну, не знаю, недели, наверное, две точно он к нему привыкал. Он его бесил тем, что он пищит, когда ему кажется, что он разрядился уже. Когда ему нужно подогреться, точнее, не то, что разрядился, а подогреться. Вот. А так, в принципе, никаких нареканий нет. Он не холоднее обычного утюга. Он не остывает так вот сильно, что перестать может гладить и только потом запищит. Нет. У него какой-то там порог установлен, после которого он пищит, что ему нужно на базу. Но он до сих пор еще очень горячий, и он хорошо гладит. Так что проблем никаких. Если кто-то хотел задуматься по поводу беспроводного утюга, то вполне классная вещь. Разницы никакой. А отсутствие провода дает дополнительный комфорт во время глажки. Так что очень хорошо. Кому интересно, вот смотрите, сейчас у него горит зеленый огонек. Сколько он без подзарядки дает погладить. Вот, типа, начинаем гладить. До того, как запищит. Вот он запищал. Не обязательно, конечно, бежать и класть сразу утюг. Но, тем не менее, вы его ставите. И, на самом деле, за это время как раз успеваете перевернуть изделие на другую сторону, чтобы погладить с другой стороны. Так что это никакого дискомфорта не доставляет. А он за это время подзаряжается. Сейчас опять загорится зеленый, и можно его брать. Все. Сходила сейчас за нашими посылочками. И тут нам пришли... Я для Маши заказывала вот такая вот штучка с вытаскивающимися контейнерами. Они тут по 4 штуки вытаскиваются. Это для стразиков, для картин, для ее мозаики. Вот эти вот... Господи, забыл, как называются? Алмазная мозаика. Вот. Для нее это более удобно, чем из пакетиков вытаскивать, потом в пакетики обратно засовывать. Заказывала на Wildberries, так что имейте в виду. И да, мы наконец-то купили чехол для айпада. Потому что он у нас до сих пор еще голый. И очень неудобно, когда хочется посмотреть какой-нибудь фильм-сериал. И он не стоит же сам по себе. Приходится его прислонять, он падает. В общем, очень неудобно. Заказали вот такой вот по отзывам. У него, правда, есть отделение для ручки. У нас ее нет, и она нам не нужна. Но зато очень хороший чехол, говорят. Поэтому мы решили заказать. Ну, будет пустовать это отделение, не страшно. Так. Сейчас хочу достать и глянуть на то, как он выглядит. Говорят, очень классный. Ну, ну, ну! Вылазь. О-о-о! Ну, на ощупь такой прям классный. Как будто тканевый. Как будто бы. Такой шершавенький товарищ. А-а-а. Так, класс. Угу. Да, вот эта вот штука мягкая. Говорят, защелкивается очень хорошо на айпаде. Сейчас надо будет его. Это что тут за вставка? А, это кнопки жать, видимо. Интересно, девки пляшут. А, кстати, нарастили кнопки. Здесь же утолщение, и кнопки наращены. Наращены, нарощены. А вот здесь нет. Короче, должен подойти. Он складывается вот так вот треугольником сзади, насколько я понимаю. И можно его поставить. Ну, ладно. В общем, посмотрим, как он будет на айпаде сидеть. Ну, думаю, прекрасно. Как раз он большой. У нас айпад здоровенный. Так, это можно убрать. Это не нужно. А эта коробка, это пришли Димкины весы. Которые он так хотел. Сейчас мы их откроем, посмотрим. Весы Xiaomi. Так. Коробочка. В коробочке еще коробочка. А как ее открыть, эту коробочку? Так, чтобы не порвать все нафиг. О, поди что-то. Короче, это весы с вот такими вот штуками, которые пропускают через тело вроде как слабый ток. И потом в приложении могут показать, сколько в теле содержится воды, жира там. В общем, такие непростые. Вот, я не знаю, нужно ли это, хорошая ли это функция. Но, тем не менее, функция есть. Но выбирали мы, конечно, не из-за нее. Выбирала я просто по отзывам, чтобы были хорошие весы, чтобы точно мерили. В общем, вот такие вот. Так, и здесь должны быть батарейки вроде как. Так, по крайней мере, народ говорил, что вроде батарейки в комплекте. А может и нет, может я что-то попутала. Вполне могла попутать, кстати. Наверное, попутала. Сейчас перерою коробку. Да, в комплекте батареек нет, поэтому придется их вставлять самим. Здесь батарейки-мизинчики 3А, которые сейчас найдем. У Димки вроде полно таких. Одевай. Как вставишь ты теперь? Ну, в треуголку скручиваешь. Да, вот так. Во. Должен, по идее. Уйти. Все, это можно теперь наконец-то убрать? Да, нашу подставку можно убрать. Ну что, стоит вроде. Классно стоит. Ну вот. Ну вот здесь, правда, будет пустое пространство, потому что у нас стилуса нету и не собираемся мы его покупать. Нам не нужен. Совпадают дырки-то? Да. А зарядка где? Все это странно. Да, все. Ну что, классный чехол, по-моему. Смотрите, сколько уже наклеили. И вот, кстати, органайзер, который сегодня Машке купили, принесла из Валбре. Смотрите, как клево смотрится. Наклейки сверху сделали с номерами. И все. И самое интересное, что они вот так вот по четыре штуки вытаскиваются. И там эти блестки, какие нужны. Можно вытащить. Каждый индивидуальная крышечка есть у каждой. То есть очень удобно. Круто. И Маска клеит. Говорит, удобнее намного получается. Наткнулась сейчас на статью. Собственно, я ее в сторис поместила, в инстаграм. И что-то меня как-то так пришибло страхом, что коронавирус влияет на детское сердце. Ну, оставляет на нем, скажем так, как несгладимый результат своей деятельности. Вот. И что-то меня опять так накрыло. И я опять хочу дистанционку. Чтобы они ее ввели и все. И чтобы ребенок был в безопасности. Да, может быть, это кому-то неудобно. Но, блин, да, правда, народ. Всем не угодишь. Всем не угодишь. Поэтому я думаю о Машке. Мы сейчас едем в магазин. У нас нет батареек для новых весов. Для этих надо будет купить. Ну, и плюс, закончили же беседку. У меня родители сейчас за нее там красят. И мы сейчас поедем, наверное, в твой дом и посмотрим какую-нибудь или обеденную группу или что-нибудь такое. Мебель, беседку, чтобы там можно было отдыхать, сидеть, кушать, чай пить. Чтобы все было удобно, все было красиво. Стол, который у нас стоит во дворе, мы его туда ставить не хотим. Мы хотим туда что-нибудь такое красивое. Стол, конечно, тоже красивый сейчас уже, но он немножко не для этого. Пусть он стоит все-таки на улице, а туда купить там какую-нибудь мебель с имитацией ротанга там или что-нибудь такое. Так, ну что, надо искать, где теперь та самая группа, которую мы видели. Вот, кстати, прикольная тоже. Тоже прикольная, смотри-ка. С двумя табуреточками. И стол, кстати, поднимается и опускается. Классно. Так. Как он выглядел-то? Я не помню. О, такой же стоит у Димкиных родителей на даче. Классная штука. Как проектируем. Ага, да. Так. И где же то, что я видела? На сайте у них было. Где же, где же? Девушка-консультант послала нас куда-то на второй этаж искать эту мебель, которую мы на сайте нашли. Может быть, сейчас нам повезет. Вот такую вот мебель мы хотим. Вот такая вот. Такой комплект. И не можем здесь найти нигде. Что-то все не те комплекты попадаются. Здесь, наверное, такие кресла. Два диванчика, два кресла. Прекрасный набор такой. Сейчас. Вот еще. Тоже мебель. Сейчас, может быть, здесь найдем. А и мангалы. Те самые мангалы. Смотри, все заставлено имя. Пойдем. Интересно. Ладно. Мебель тогда на обратном пути. Может быть, рассмотрим поподробнее. Вон он! Вон он комплект! Я его вижу. Только темно-коричневый. А здесь он капучино. Видимо, он в нескольких цветах есть. Вот он. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете задавать презентацию, обращайтесь. Хорошо, спасибо. Да, вот такой он и есть. Как я не буду. Капучино. Капучино. Или это он и есть капучино? Нет, это все, что есть. Это капучино. Ясно. Но он неплохой такой. Два диванчика, два стульчика. Темный. Ну, темный, да. Коричневый. Фиеста коричневый. А вот и мангалы. Ну-ка, мы хотим найти тот. Я, по крайней мере, хочу найти тот, который у нас. Ну что, не он? Не, не он. Тоже большой, но не он. Ой, извините, не амблировали? Нет, они сказали, что мы и в твой дом поставляем, и в Леруа поставляем, и в Ашан. Ну, в общем, точь-в-точь такого уже, как у нас, нету. Но есть подобные. Жалко, я хотела найти точно такой же, как у нас. Но тоже все вытаскивается. Их прям работа. Прям точь-в-точь все. И труба, и все на свете. Ну, да. Это да. Так, ну что. Пойдем мебель рассматривать дальше. Выбирать что-нибудь. Вот он, один наш комплект, который как раз нам подходит. Именно его мы и смотрели. Но, не знаю, еще посмотрю, может, еще что-нибудь найдем. Смотрите, прекрасное решение для тех, кто любит качаться и кто не любит качаться. А посидеть вдвоем хочется. Раздельные качели. Класс. Интересно, спинка поднимается или нет. Наверное, поднимается. Но так можно вдвоем тут чилить. Один качается, один нет. Или оба качаются. Круто. Смотри, Дим. Качели на двоих. Хочешь качаешься, хочешь нет. Круто. Проданы. Жалко. Сколько они, 20 с чем-то стоили? Мне вот это нравится. Круто. Целая болтающаяся кровать. Топчанчик. Прикольно. Столько всего интересного. Ну, тут вообще... Даже подставка для ног выдвигается. Смотрите, мягко, наверное. Да, качельки. Обалденно. И сколько? Ну да, 500 штук. Так. Так, мама трубку не берет, поэтому мы пока посоветоваться по поводу садовой мебели не можем. Но зато мы нашли вот такие вот стульчики к туалетному столику мне, который бы задвигался под него хорошенько, чтобы он не торчал. То есть без подлокотников он должен быть. Или подлокотники должны быть маленькие. Но тут их вообще нет. Короче, мне нравится. Вот этот вот беленький, может быть, или бежевый что-нибудь такое светлое. Сейчас поищем, может, еще что-то есть подобное. Вон тот стоит барный, но он без колес. То есть двигать его надо будет с усилием самой. И он черный. К сожалению, тот стул, который мне понравился, и вообще все. Да, он вниз. Только с витрины сказали, что это вот все, что осталось, все, что стоит в зале. Что-то я как представила, что в условиях пандемии сколько народу на них пересидело, и у меня было желание его брать. Я помню, в кофе были на складе в упаковке. Так что он такой, ничего особенного, поэтому... Слушай, а мы не сюда, да, а мы туда. Так что, не знаю, в другом месте, возможно. Ладно, потерплю еще немножечко бесплатно. Дуриан. Почему выкину? Так потом надо бы квартиру продавать. Кто хочет дуриан? Пока он не пахнет еще. Не разделан пока что. Но как разделаете, бегите. Полторы тысячи стоит дуриан за килограмм. Круто. У меня родители хотели, надо будет взять им и привезти на дачу дуриан. А у нас тут ситуация. Машке не понравилась книжка, но она дочитала до середины и говорит, что неинтересно. Что событий как-то мало, читается скучновато и вообще. Их даже вообще нет, я бы сказала. А ну вот, событий нету вообще. Просто что-то какого-то... Вот одно событие прикольное, это то, что она щенка нашла. И все? И с тех пор не было больше никаких событий? У-у. Странно. Только то, что, блин, какой-то мальчик сосиски у Мэйзи украл. И все? Нет, скорее, блин. Я даже не помню, что за события там были. А Том Сойер был интереснее, чем Мэйзи? Что? Я не понимаю, что это такое. Нет, неинтереснее? Мэйзи была интереснее. Ну, Мэйзи хоть как-то была. Понятно. Ну, в общем... В общем, я сейчас выбрала для службы. Понятно. Хорошо. Тогда эту поставь пока на полочку для чтения. Не где у тебя уроки стоят, а где для чтения всякое. Ладно? Ага. Давай. Мам, я пыталась домой, чтобы не в библиотеке, но в шкафон найти книжку, что-нибудь о море. Тебе нужна книжка о море? Ну, просто тут такой энциклопедии небольшой, что-нибудь что там в море находится-то. Нет, у нас, по-моему, нет такой энциклопедии. У нас есть, по-моему, животный мир. Но там не море, там сухопутные. Ну, ладно. Мне просто нужно или море, или океан. Нет, у нас нету. Я, конечно, там нашла какие-то две книжки, но один вот этот вот Малый Атлас, там вообще одни карты в книге. Без текста. У меня нет буквы. Ничего себе. Понятно. А другая книжка, там, может, что-то и рассказывать, я так чуть-чуть почитала, пару строчек. Ну, блин, там просто приключения. А нужно, типа, вот в таком-то, в таком-то море, например, в Черном море находится акул. Тебе нужен состав морских глубин? Типа, а что это? Нет, ну, есть книжки, которые рассказывают о морях, об океанах, о живности, которая там водится. Тебе такие нужны? Нет, ну, типа, откуда появились вот эти вот все золотые рыбки, вот эти вот красивые рыбки. Понятно. Ну, там будет каждый вид, откуда появился, наверное. Ну, да, такие книжки есть. Ну, там, знаешь, сколько видов рыб? И не только рыб. В океане и в море. Да, и про всё про это будет написано. Тебе это интересно? Да. Я могу даже показать, где меня занонима вот эта вот штука. Ну, покажи мне. Вот это было в литературном чтении. Угу. Сейчас найду эту страницу. Как так делать? Не надо вот сейчас так делать. Так. Вот. Вот эта вот картинка меня заинтересовала. Тайме моря? Да. Просто по картинке заманила. И ты хочешь прочитать, да? Да, но не прямо именно. Это твоя первая энциклопедия. Это энциклопедия. Ну, хочешь, я тебе найду её? Да. В электронном виде. Давай. Хочешь? Давай. Знаете, блин, чем мы занимаемся? Ночью уже практически. Собираем тыквенные семечки. По полу. По всей кухне. Не топчет. Да я не топчу. Давай по штучке. Мне жалко их выкидывать. Они хорошие. Их надо будет только, я не знаю, помыть что ли, высушить. Капец. Ну, как так-то, ну? Ты ещё и ешь их, что ли? С пола что-то сосал, то ем. Надо будет потом помыть их. Это семечки для хлеба были куплены. Сейчас вытаскивали аэрогриль. И ба-бах! И всё полетело. Кошмар. Давай купим нафиг. Правда, лучше купить новые. Да что они тебе, плохие семечки, что ли? Нормальные семечки? Испоганил всю пачку. Ужас. А у нас сегодня на ужин шашлык. Димка приготовил его в аэрогриле. А мы сделали салатик с перепелиными яичками. Кстати, перепелиные яички доели уже. Ну что, Маш, вкусно? А, красота. Наш старичок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok